Всем привет! В этот раз я решила вернуться с немного другой темой для моего разговора. В какой-то степени даже совсем с другой темой. Я хотела бы порекомендовать вам одну книгу, которая мне очень нравится. Я влюбилась в нее после первого же прочтения. Во время своего времяпровождения в Корее я приобрела, можно сказать, такую маленькую коллекцию книжечек. И все, благодаря одной книге. На самом деле, я сделала маленькое отступление. Я вообще после этого полюбила находиться в библиотеках каких-то книжных магазинах, где предоставляются стол, стулья, лампочки для того, чтобы почитать. Я действительно теперь понимаю, какое это прекрасное чувство, потому что я тот человек, который не читает вообще. Из литературы, мне кажется, я вообще ничего не читала. Сегодня мы поговорим о вот этой книге, которая называется «Бимильпёнджи», то есть перевода «Секретное письмо». Автором является Пак Гэн Хоу. Информации в интернете о нем практически нет. Как он выглядит, я тоже не знала. Вплоть до того, пока не имела возможности посетить его первую личную выставку, которая называлась «Бимильхуауан», то есть «Секретный сад». Об этой выставке чуть-чуть попозже. Она тоже была очень необычная. Я вообще была на таком впервом и вообще ни чуточки не пожалела, что я просто уехала из 39 земель в Сеул, чтобы сходить на эту выставку. Так вот, «Бимильпёнджи». На вид довольно-таки минималистичный дизайн, очень такой сдержанный, но я думаю, ему есть объяснение, и особенно такой темно-синий цвет обложки. Он такой, я могу сказать, такая ночная книга. Ее было бы идеально читать перед сном. Формат этой книги очень такой интересный, необычный. Он пишет книгу в стиле писем, в формате письма. Как он как бы и сам это объясняет, то, что это книга, но как бы воспринимайте ее как письмо. То есть у меня есть рассказы, которые я хочу донести до вас, а вы их должны как бы, можете, не должны, можете воспринимать как письма. От кого это как бы вам решать? От друга, от писателя, от еще кого-то, потому что на момент чтения ты себя действительно чувствуешь другом этого человека. Вот даже здесь внизу есть такие две строчки, как бы это можно сказать его, не знаю, слоган, и он точно описывает вообще содержание этой книги. Здесь написано следующее. Я отправляю свои секретные письма иногда в почтовых ящиках, иногда на автобусных остановках, а сегодня я хочу отправить ее для кого-то в виде вот этой книги. Почему эти строчки звучат так? На самом деле, кто такой вообще Пак Гэн Хо? Я считаю его таким человеком немного интересным, необычным. То, что вообще привело его к написанию, в принципе, книг, это то, что в течение где-то лет трех этот человек расклеивал бумажки на улице. Он расклеивал их и на автобусных остановках, просто где-то на стенах, где-то, возможно, на двери какого-то там, не знаю, ресторанчика очень маленького, абсолютно везде, где только можно. Столбы это будут, какие-то почтовые ящики абсолютно вот где угодно, да в метро там, на каких-нибудь, не знаю, ящиках, которые запираются, шкафчики. И он писал в своих листочках пожелания, просто подбадривающие слова людям, которые очень устали, которым нужны силы, которым нужен просто друг. Он рассказывает здесь полностью о себе, здесь нету какой-то фантастики или выдуманной истории. Все они разделены, буквально вот каждую историю где-то на 2-3 странички максимум. Все они подписаны названием, и они очень легко читаются. То есть ты не чувствуешь, что ты потерял связь, тебе нужно вернуться опять назад, почитать, о чем там было. Это чисто личная его история, и ты чувствуешь то, как будто бы он с тобой этой историей делится. Я считаю, это очень, вообще прекрасное чувство, когда на очень долгое время у тебя остаются какие-то части из книги, потому что я ее прочитала еще где-то в декабре 2018-го, а сейчас август 2019-го. Я точно помню, вот особенно два момента, которые мне очень впечатлили. Он рассказывал о разбитой бутылочке кофе, которую он сам приготовил. И то, как он бережно нес, и видимо из-за того, что он очень нервничал, он на улице, а это был собег, рассвет, он бежал на встречу с этим человеком, и он разбивает этот флакончик, бокальчик, стаканчик, не знаю, что это было, с этим кофе, и он описывает то, насколько ему вообще это было жалко, потому что встреча должна была произойти вот-вот, но якобы его успокаивало то, что этот аромат разнесся просто по всей улице. Когда он уже отходил куда-то далеко, он до сих пор это чувствовал, потому что не было ни людей, ничего. Ну, в общем, он описывает это так красиво, что ты просто сидишь, и я хочу перечитать это снова. И еще один абзац из этой книги, который мне очень сильно впечатлил, я его выделяла у себя в другой соцсети. Возможно, она очень сильно описывала на тот момент мою ситуацию, раз я ее так запомнила. В этом абзаце говорилось примерно следующее. Какое-то время назад я начала задумываться о том, почему мне нравится времяпровождение в одного. И, как мне кажется, секрет кроется в том, что для начинания чего-то нового, будь то любовь или просто отношения с людьми, требуется очень много мужества, но все заканчивается так, будто бы ничего и не было. Он описывает такие обычные и довольно-таки знакомые нам ситуации, очень красиво, но в то же время очень просто и понятно. Я действительно могу с уверенностью сказать, что эта книга будет доступна для тех, у кого, например, сам ГЭП, то есть третий уровень написана очень легко, очень незамудренно, вот прям можете спокойно приобретать ее и читать. Очень рекомендую. Эта книга стоит 12 тысяч чон, ну что где-то 10 долларов она того стоит. Ну и теперь, насколько возможно, кратко о выставке этого писателя, Пак Гэнхо. Это была на самом деле такая необычная выставка, я еще помню, в этот день шел ливень, и это даже еще больше подпитывало вообще атмосферу этой выставки, но это было не какое-то здание, куда ты зашел, там где-то оплатил на ресепшн, и прошел, посмотрел, ушел. Это был обычный район, то есть тебе нужно было пройти по каким-то узким улочкам, вот прям вот как в Корее, обычный жилой дом, обычный подъезд, я этого нашла на второй этаж, там висел постер, но оплата была такая, можно было оплатить что-то вроде просто какой-то какао-мани, что-то такое предложение, которого у меня не было. Я ждала у двери кого-нибудь, когда кто-нибудь бы пришел, и я попросила бы его оплатить вместо меня, отдала бы ему наличными, так это и произошло. Когда я зашла, там уже было очень много народу, там везде были расположены белые цветы, на полочках и на столах, все было разбросано, так немного хаотично, листы, либо прям листы действительно вырваны из книги, либо это были записки собственноручные, расположенные, ты можешь как бы все это пройти, читай, там были еще какие-то благовония, какой-то аромат, и было, ну, приближено к темному освещению, то есть долго находиться там было тяжело, там было буквально несколько источников света, вот прям вот ночь, ну вот прям идеально, вот такого цвета было освещение. Было еще так же приятно, то что сам автор там находился, я, конечно же, воспользовалась случаем, принесла с собой эту книжечку, и получила от него автограф. Да, вот здесь он написал, Йона Ним, да, в Корее меня зовут Йона, Мондык Чаджу, Хэмпок, Хэмпок Асигель, весна 2019, Пак Гэн Хо, но это, знаете, это равносильно тому, вот как кто-то бы получил автограф от любимого айдола, или там хотя бы просто переглянуть глазами, для меня это равносильно этому, и поэтому я обязательно сохраню это навсегда. Эта книга очень мне помогла во время моего нахождения в Корее, я была просто, не знаю, я была очень благодарна этому автору. Я помню, мне так хотелось написать ему ответное письмо, но не знала, как это сделать, и вот так вот вышло, что вот я пришла на эту выставку, я знала, что он будет там, я подготовила заранее письмо, в конвертик его положила, и вручила ему. Он был приятно удивлен, мы заочно друг друга знали, и как бы он меня узнал, он говорит, вы из Намвона? Я говорю, да, вот из Намвона прям сразу к вам приехала. И он мне подарил вот такую вот книжечку, карточек, здесь, да, его личные фотографии, сам он их делал, это были его кадры из Токио, и тут есть также вот записки. Ну, собственно, как-то так, сегодня мы затронули такую немного необычную тему, поэтому если она вам интересна, вам интересно узнать больше о нечто подобном, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и мы будем познавать все вместе прекрасную и неизвестную Корею. Что ж, на этом я буду с вами прощаться, и в следующий раз я обязательно вернусь к вам с более интересной темой. Что ж, до встречи, пока-пока! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok